Приход в до Петровской Руси. Я здесь буду говорить не столько в хронологической последовательности, сколько, скорее так сказать, в проблемно-тематическом ключе. И прежде всего, предложу даже вам несколько вопросов. Я очень надеюсь, что вы тоже будете участвовать в нашей беседе, по крайней мере, в первой ее части. Итак, давайте представим с вами ситуацию на Руси буквально в первое десятилетие после ее крещения. Конец 10-го, начало 11-го столетия. Время князя Владимира. Что происходит? Ну, мы знаем, что, собственно, Русь крещена. Это процесс, он происходит. По крайней мере, крещены киевляне, крещены жители крупных центров городских. Новгорода, Ростова, Великого, Чернигово, очевидно. Там утверждаются какие-то церковные формы. И здесь, собственно, я хочу поставить такой передаваемый вопрос. Вот есть новокрещеная паства. Что она делает, когда ей нужно получить какое-то соприкосновение с церковью? Когда ей нужно, например, крестить ребенка, венчать брак, отпеть умершего, заказать молебен или панихиду, гореть, собственно, исповедоваться, готовиться к причастию, причащаться. Куда обращаются эти люди? Куда они попадают? Давайте сейчас можно послушать, собственно, вашу версию. Какая первая форма кормления мирян на Руси есть в первые десятилетия после ее крещения? Вы, наверное, приглашаете ребенка к себе домой? Это если они горожане, им можно, это практически возможно. То есть, если они живут в Киеве, на Подоле, например, или где-нибудь в другом месте. Ну, хорошо. Вот для того, чтобы пригласить священника, даже если они горожане, куда они идут? А какой есть храм у нас? Сразу, да, потому что тема у нас приход. Вот есть ли там приходы у нас в Киеве? В тот момент, наверное, нету, да, но храмов несколько есть, наверное. Да. Какой статус эти храмы имеют? Какого-нибудь княжеского там места пребывания. Или это прежде всего, не стесняйтесь громче говорить, есть княжеский храм, но есть, собственно, кафедральный собор. Потому что первое, что строит Владимир, это Десятинная церковь, построенная византийскими мастерами. Первый каменный храм, кирпичный на самом деле он был. Из княжеской десятины, на десятая часть княжеских доходов. В этом особенности именно древнерусской десятины, это именно княжеские доходы. Князь из своих даней, судебных различных, пошлин, просто своего имущества платит десятину ежегодную, содержит кафедру, епископа, митрополита. И так делают все остальные, собственно, князья в период удельной раздробленности тоже. Собор это первая церковь, с которой имеет дело, собственно, вот крещенное население. Чем отличается... Сейчас мы до этого дойдем. Чем отличается собор от прихода, богослужебным в том числе, например, ключе? Прежде всего тем, что в соборе установлена череда ежедневного богослужения. Это принципиальный момент. Там достаточно много священников, вплоть до 18 века, как правило, это несколько десятков священников. Или в разных, немножко в Московской Руси, к собору прикреплены священники территории, которые приходят в собор и служат там в какой-то период, потом уходят в свои селения, в свои церкви. Но, как правило, у собора есть постоянный притч, который обеспечивает постоянное богослужение. Более того, за собором закреплены какие-то безусловные привилегии. Например, на Русском Севере, Вологодчино, Архангельско-Городская губерния, Вятка и так далее, вплоть до 18 века соборовать могут только соборные притчты. Заболел человек, еще что-то, собор. Это очень важный момент. Без собора вам не обойтись и на протяжении всех последующих веков. Более того, поскольку именно собор обеспечивает ежедневное богослужение именно здесь первоначально, именно до распространения, активного распространения монастырского строения, а это на самом деле 13-14 века, до массового, так сказать, монашеского исхода по территории, до массовой монастырской колонизации. Потому что до этого периода монастыри, это, как правило, пригородные такие истории. Вот до, собственно, массового монашеского строительства собор – это то место, где заказывают заупокоенные службы, саркаусты, прежде всего, потому что, опять же, ежедневная служба. Поэтому, как правило, и говение происходит здесь. Но, совершенно справедливо, как только начинает церковная жизнь распространяться, как только оказывается, что монашество – это не только пустоножительство, очень замкнутое в себе, но это и монастыри крупные с эпохи Феодосия Печерского, то есть это у нас первая, вторая четверть XI века, монастыри общежительные, которые в том числе открыты для мирян, для паломников, второй формой окормления мирян, столь же древней, как и соборы, относимый с ним, становятся монастыри. Да, и безусловно, вот уже в монгольский период, XIV век, XV век, это именно в сельской местности, в сельской местности, мирянин, семья, для того, чтобы заказать саркауст или говедь, скорее двинется в монастырь. Там есть для этого возможности, там можно остановиться, в соборе не всегда это возможно, да, то есть или ты едешь в город, и, соответственно, там тебе нужно платить деньги, чтобы остановиться, или там у тебя есть родственники или друзья, но все равно это все обременительно, это затратно, и на селе ты едешь в монастырь, монастырь тебя приютит хотя бы на какое-то время, он тебя накормит, он тебя, собственно, обеспечит окормление духовное, да, ну и так далее. Может быть, поможет тебе в том числе материально в крестьянском быту, это сплошь и рядом очень важно, может быть, и там же будешь похоронен. Итак, монастырь, это тем более вот эти пустынные монастыри, эпохи монастырской колонизации, 14-15 веков, когда маленькие пустыни начинают рассыпаться по всей стране буквально, еще не освоенные, еще колонизуемые, и это, безусловно, важнейший центр окормления мирян. Но, я тут даже уже не спрашиваю, потому что, как правило, очень мало кто называет этот третий, не менее древний способ окормления мирян, собственно, третьим способом окормления миряна является так называемая покаяльная семья. Покаяльная семья. О ней я скажу отдельно чуть позже. Это очень интересный церковно-социальный институт Древней Руси. Фактически, только сейчас скажу очень коротко, фактически речь идет об экстерриториальном приходе. Приходе, не связанном ни с каким храмом, а связанном только со священником и его духовными детьми. Маленькими, маленькая семья, большая семья, неважно. Да, это вот, это юридический термин, покаяльная семья для Древней Руси юридический термин. Почему, сейчас увидим дальше. И, наконец, только последним в ряду этих форм окормления мирян, последним хронологически, потому что это я выстраиваю по хронологии, все. Последним в этом ряду появляется приход. Когда? Это мы еще увидим. Ну, в районе 15 века. 15 века. То есть, прошло уже, соответственно, полтущелетия прошло на Руси, прихода как такого стабильного института еще нет. Что было его предтечами, мы скажем. На что сейчас я хотел бы обратить ваше внимание, когда мы смотрим вот на этот слайд, на эту картинку. Важнейшая черта духовной жизни Древней Руси, до Петровской Руси. Ну, может быть, не до Петровской, а, скажем так, Руси до примерно 60-х, 70-х годов 17 века, до активной фазы раскола. Важнейшая черта этой духовной жизни – это плюрализм форм окормления мирян. Хотите – идете в собор. Хотите – идете в монастырь. Хотите – обращайтесь к природскому священнику, если приход уже существует. А вообще-то у вас есть свой духовный отец, который где-то находится, сейчас выясним, где он может находиться, у которого вы говеете. У него вы говеете, поминания вы заказываете в соборе, соборуетесь вы в соборе, поминания в монастыре, а, допустим, молебны о здравии вы служите в приходе. Плюрализм форм окормления мирян, с которым это естественная стихия, никто с этим ничего не делает. Все считают абсолютно нормальным. Это ситуация первых семи веков русского христианства. Теперь немножко подробнее о покаяльной семье, потому что это требует особого пояснения. Принцип, который закреплен в русской кормчии. Кормчия – это, собственно, книга правил, так она называет, кормчий – это слово «правитель корабля», отсюда же слово «окормлять», тот, кто направляет корабль или жизнь, в том числе духовную или церковную, вообще корабль церкви. Кормчий по книге кормчий, по книге церковных правил, канонов, правит, управляет этот корабль. И вот по кормчий книге, собственно, это вот в тех разделах, которые регулируют отношения духовенства и паствы, вот этот принцип «покаяние вольно есть» – это фундаментальный принцип кормления, вообще взаимодействия духовенства и паствы. Все прекрасно понимают, что никто не может принудить вас идти к священнику на исповедь, которую вы не хотите. Покаяние вольно есть. Это канонический принцип русской кормчии. То есть свободно. На этом принципе основывается покаяльная семья. Священник, духовник, может быть приходским священником, если уже есть приход, может быть так называемым соборным попом, он может быть монастырским старцем, он может быть вообще безместным священником, безместным попом, и скитаться от одного места к другое. Но при этом нельзя сказать, что за ними идут эти чада, но он, например, иногда может вообще их объезжать, если они живут где-то, и, соответственно, их окормлять, служить что-то для них, причащать их, например, запасными дарами и так далее. Более того, этот принцип покаяния вольно есть настолько утвердился в русской жизни, что и в монастырях, ну, по крайней мере, не в 14-15 веке, но в 16-17, это сплошь и рядом мы встречаем, что в монастырях монахи монахи не всегда обращаются к своему игумену или монастырскому старцу, обращаются к другому старцу, в другом монастыре, потому что покаяние вольно есть, и даже игумен не может мне указать, к кому мне исповедоваться. Это, конечно, уже такая вот, ну, наверное, все-таки экстремум этой практики такая, но в целом, чтобы почувствовать эту историю, это очень важно. Поэтому действительно, да, например, безместный попа, протопопа Вакум, когда попадает в Москву, он вообще, у него нет места, он иногда служит в Казанском соборе на Красной площади, потому что его пускают послужить, подработать, какую-то требу совершить, а вообще он со своими духовными детьми, как он сам говорит, собирается в амбарчике, и там им служат, и их, соответственно, исповедуют. В амбарчике он собирается. Но покаяльная семья – это четкий, понятный институт, который вот вокруг своего духовника. Поэтому вот эта вот фраза, которая вынесена на слайд выдающегося нашего исследователя духовнической практики Древней Руси Сергея Ивановича Смирнова, она очень четко говорит, покаяльная семья редко совпадала с какой-нибудь церковно-административной единицей, монастырем или приходом. Это был экстритериальный приход. Но при этом это была очень важная социальная институция Древней Руси, потому что у духовника были очень разные социальные функции. И он не только крестил, венчал, отпевал, но он же был нотариусом, по сути, потому что он визировал, выступал поверенным в духовных завещаниях, в духовных грамотах. Без его визы невозможно было... То есть, это духовная грамота не приобретала юридического статуса. То есть, он, связь с духовником, она была не только, скажем так, церковной, духовной, но и гражданской. Потому что, если у тебя нет постоянного духовника, можешь ты, конечно, обратиться к какому-то первому попавшемуся и упросить его визировать, но вообще-то, вообще-то, это должен делать твой духовник, который свидетельствует, да, сейчас, который свидетельствует, как бы, чистоту, истинность и правильность твоего завещания. Вот. И, наконец, сейчас я вернусь к вашему вопросу, еще важный момент, традиция существовала причащаться только из-за его рук. Более того, даже когда, наконец, эта традиция начала ослабевать, духовник выдавал грамоту под предъявлением которой человек причащался не у него. Тут вообще нужно иметь в виду, что причастие было крайне редким. И когда духовник, например, безместный объезжал своих прихожан, к правилу, он причащался запасными дарами. Особенно в сельской местности, ну, там, понимаете, идти куда-то, ехать, а тут вот к тебе приехали, да. Но причастие было крайне редким. В середине 17 века Алексей Михайлович пишет Свияжскому воеводе, потом Великий Новгород, он пишет, что «Ослышно нам стало, что многие православные христианы не только мы ежегодно к причастию не приходят, но и помирают без причастия во всю жизнь». То есть, мы их когда-то причастили при крещении, и они умерли без причастия. Это было очень редкое явление. То есть, когда, грубо говоря, в синодальный период государства, еще не синодальный, Алексей Михайлович начинает это делать, то в середине 17 века пытаются ввести практику ежегодного причащения. Эта практика направлена на то, чтобы причащались чаще. Исповедовались, причащались чаще. Потому что, как правило, видимо, могли не причащаться, не исповедоваться по нескольку лет, а то и многие десятилетия. Вот. И вот эта традиция принимать причастие только из его рук, она тоже, скажем так, не способствовала частому причащению, потому что не всегда ты с ним встретишься. А во-вторых, еще один очень важный момент, была развита практика очень долгих эпитемий. Собственно, духовническая практика в обязательном порядке духовник после исповеди должен был возложить на тебя покаяние определенное. Тоже книга правил работала. Вы, как вы знаете, наверное, в книге правил за любой довольно такой, ну, как сейчас бы, в общем, незаметный проступок достаточно большие сроки отлучения практиковались. И она работала в полной мере. Поэтому огромное количество народу в Древней Руси ходило под эпитемиями. Вот при этом они продолжали исповедоваться, ходили слушать божественное пение в церковь, как тогда говорили, то есть на службу, но при этом они были фактически отлучены от причастия. У вас вопрос был? Вот то, что документ, который подписывал священник, духовную, он признавался государством, да, или юридически как это было? Ну, собственно, государством это сильно сказано. Да, он признавался, безусловно. Конечно, то есть завещание, визированное священником, оно имело полную юридическую силу для родственников и для тех, кто должен был выполнять завещание. То есть, допустим, там, каких-то местных властей. Ведь, как правило, если этот человек, ну, скажем так, рядовой, там, допустим, горожанин, да, член посадской общины, то это завещание адресовано прежде всего посадской общине, земскому, посадскому старости, который выбирается раз в год, да, который должен, собственно, будет, видимо, наблюдать за этим завещанием. То есть, вот таким образом. Там элемент местного самоуправления был очень существенный. Вот. Оно признавалось, конечно. И, собственно, без этой визы оно было недействительно. А те, кто не принадлежали с такой семьи, не принадлежали? Не принадлежали. Не все об этом есть, да. Это воспринималось как... Правда, есть два момента. Значит, все наставления, все наставления духовникам, древнерусским, они предупреждают их о такой опасности. Опасности сделаться потаковником. Это очень характерное понятие слова древнерусского такого церковного обихода, причем церковно-политического обихода, потому что это же слово, например, применялось к митрополитам, которые недостаточно принципиальную заняли позицию по отношению к княжеской власти, например. Например, митрополиты Даниила, например, такого, начале 16 века. Прямо называют именно потаковником. И священника предупреждают, что ты не должен стать потаковником, принимая на себя и грехи, жалея их, не накладывая епитемии. То есть хороший духовник, это духовник, который сразу... Ты не постился, а он тебе пять лет отключения. Это вот такой суровый духовник. Вот поэтому уже в 16-17 веке есть такие сочинения, проповеди, что вот, мол, много развелось потаковников, которые недостаточно хорошо. А главное, поощряют переходы. Значит, сбегает он от строгого, и идет к нему, а ну принимает. На самом деле здесь вопрос-то неоднозначный. Кто был с точки зрения церковной экономии и вообще обустройства религиозной жизни более прав? Вот как бы такой строгий-строгий духовник или тот, кто помягче был? Это вопрос, так сказать, который сложно дать ответ. Но в целом, скажем так, не то чтобы не принадлежали они к покаяльным семьям, но порой действительно меняли духовников. И вот переходили одному к другому и так далее. За счет этого как бы эта связка как бы ослабевалась. Ну, то есть они у него исповедуют, готовились при нем, принимать причастие, исповедовались и причащались. Вот говение, это вот весь процесс подготовки исповеди и причастия, который, ну, это, собственно, такой тоже церковно-юридический такой термин Древней Руси, который вот тогда существовал. Скажите, а откуда появились вот эти свадьбы, вот эти духовные отцы, которые безместные лежат в церкви? Безместные вы имеете в виду? О, это мы с вами поговорим дальше. Поскольку духовенства было очень много и рукоположиться было очень просто, в определенные моменты они отходили или на перехожениях изгоняли по каким-то причинам, или они сами уходили. Например, сплошь и рядом мы читаем в документах, что от всей церкви, от всего прихода поп отшел за оскудением прихожан. Предстали они ему платить, он ушел от них и пошел искать себе место какое-то получше. То есть тот человек, который уходил из церкви, являлся духовником таким, что он даже подписывал государственную правду? Что значит уходил из церкви? Он же не уходил из церкви, он своего прихода уходил. Но он не был отлучен, он не был под запрещением, он был по-прежнему каноническим. Он, как бы сейчас сказали, был за штатом. Но он был вполне каноническим священником. Более того, они даже в городах собирались на крестцах, то есть на площадях, на перекрестках улиц. Их таких называли крестцовыми попами. Они там стояли, ждали, пока их наймут служить обедню или еще какую-нибудь требу попросят у них делать. Они вполне были... Никаких грамот запретных у них не было. У них были официальные грамоты, рукоположения. Они были абсолютно каноническими священниками. Священник приходил из церкви, да? А как тогда он побатался? Как он назначался? А вот мы сейчас дойдем до этого, когда мы до прихода дойдем. Это некий экскурс в покаяльную семью, чтобы было понятно, что это за такое социальное явление, о котором я говорил в самом начале. Можно еще? Да. Понятно, для чего человек уходил в один монастырь, имеет духовника в другом монастыре. Или же это случалось, то есть он уходил в один монастырь, был, имел духовника в этом монастыре, а потом это могло быть как угодно. Подробности здесь просить очень трудно, но мы знаем просто по документам, что сплошь и рядом такая ситуация имела место, по крайней мере, вот к концу этого периода, в 17 веке. Нет, не здесь, конечно, она была массовая, что там, грубо говоря, 100% братьев какого-то монастыря исповедовалось в других монастырях, но это регулярно встречающаяся история. Там пишут, а чернец там такой-то, Адриян, он исповедовался там старцу такой-то пустыни, он туда вот отходит. Почему это происходит? Непонятно. Или этот старец был в этом монастыре, а потом отшел. Или он раньше был, например, его духовным сыном, и он его направил вот в этот монастырь, но он по-прежнему продерживается с ним, как бы исповедовался у прежнего своего духовника. То есть, грубо говоря, все варианты этой ситуации, причины этой ситуации, которые мы можем себе представить, скорее всего, имели место. Поэтому вот такая вот история. Давайте теперь обратимся к типичному приходу 15-16-17 веков. Вот я вам прочитаю сейчас эту выдержку из Песцовой книги 16 века, второй половины 16 века. Песцовая книга это такой документ, с которым царские песцы ходили по деревням, просто ехали по дороге. У них была старая книга, они по ней ехали, и сличали, и записывали. То есть, это книги-переписи. Что они записывают? Они записывают хозяйственное строение, число жителей, и хозяйственное строение, чтобы брать подать. Дарь его подать. Здесь все очень четко. Но описывают они очень точно. Сейчас мы это увидим. Это очень точный документ. Вот я его читаю. Можете тоже следить. В Адрианове стану погост Вознесенской, а в погосте церковь Христового воскресения вверх. Очень важное замечание. А другая, теплое, виденье Пречистой Богородицы. То есть, воскресенье, холодная церковь, а это теплое. Причем она не сказана, какого типа, потому что мы будем понимать, какого типа. Пречистой Богородицы. Обе церкви древяные, а в церквах образы и свечи, и книги, и ризы, и колокола. Все строение мирское. Тоже обратим внимание на это замечание. Да на погосте же двор поп Ливонтий, двор поп Потапий, двор церковный течок Фетка, Васильев, Попов. То есть, два священника, один течок. Двор Проскорница Евдокия. Понятно, да, Проскорница. Двор Бобыль Ивашко Яковлев. Бобыль – это обеземеливший крестьянин, который живет на церковной земле, ее обрабатывает. Там еще несколько бобылей живут, я выпускаю этот кусок. До две кельи, а в них живут нищие старицы и питаются от церкви Божьей. То есть, этот очень короткий, но это вообще большой приход. То есть, по описанию, это видно, что большой приход. Две церкви, теплые, зимние, два священника со своими дворами, бобылевые дворы, кельи для нищих. Это очень мощная инфраструктура. Но тут мы все видим, да, вот мы как бы зрительно себе это все представляем. Как это реально выглядит? Вот так. Если видно вам, я надеюсь, значит, смотрите. Церковь, которая слева, древянная вверх. Что такое древянная вверх? Это любая церковь, которая имеет свои особенности архитектурные, как правило, или она поднята на подклете высоком, или она имеет шатровое завершение, или она, то, что называется, кстати, это хорошо видно, четверик, а потом еще восьмерик на ней стоит. Ярусная, так называемая, церковь. Тоже это все деревянные типы церквей, которые объединяются общим неким наименованием древянная вверх. Церкви дорогие, они требуют особого мастерства, особого вложения от общины, это их гордость общины. И они, как правило, летние, они высокие, топить их сложно. Они вот парадные церкви. А есть церковь простая, она даже не упомянута, ее тип не упомянут в этой цитате, которую я привел, хотя она, собственно, и там есть. Клецкая, от слова клеть. То есть это простой четыреугольный сруб. И, собственно, древнейшие русские церкви, и самые распространенные, и такие есть, это клетские церкви, древнейшая церковь, которая сейчас у нас датированная имеется, и сохранилась до нас из села Бродавы. Она находится на территории нынешнего Кирилла Белозерского монастыря. Она привезена туда, и это реставрировано. Это вот такая клетская церковь. Это церковь 15 века, самая ранняя, что у нас сохранилась, деревянная. Это именно она. Вот она, вот такого она типа. Видите, давайте я подойду, чтобы было понятно. Вот у нее в центре клеть четырехугольная, алтарь четырехугольный пристроен, и там трапезная еще. Здесь вот галерейка, но галерейка это не обязательно. И там еще трапезная еще одна. То есть три, иногда и четыре ставят, но, как правило, три. Иначе два. Два, три сруба, соединенные по оси восток-запад вместе, две-три клети. Все они двускатными крышами перекрыты, очень простыми. Избы, и в них, собственно, и служат главки, которые мы видим на этой церкви. Это очень позднее явление, как сейчас известно. Потому что обычно вообще даже не было и главок, и может даже крестов не было, скорее всего. Это, скорее всего, явление 17-18 веков. Главки когда начали ставить. Но вот такие церкви сплошь на Руси покрывают все ее пространство. Вот такие клетские церкви. Вплоть до 19-го, начала 20-го столетия. И вот те сами две церкви, которые упомянуты на Адриановом стану в Погосте, в Вознесенском Погосте 16-го века, они, видимо, вот так они и выглядели. Вот такие две церкви. И там сзади стоит еще амбарчик какой-то, келийка стоит и так далее. Все это может быть огорожено, а может быть и не огорожено. И вот так это все выглядит визуально. Значит, у нас прозвучало это название Погост и Приход. Что такое Погосты? Что такое Погосты? Когда первый раз упоминает слово Погост в русской истории? Первый раз вообще Погосты установила, как следует из повести временных лет, княгиня Ольга. Первая русская реформатор. Потому что, мы все помним, что князь Игорь, муж Ольги, поехал собирать дань, немножко превысил, так сказать, установленные полномочия, был убит жестоко древлянами. Ольга жестоко же мстила, хотя понятно, что часть этих ее кровавого мщения это литературная некая такая фикция. Очевидно совершенно. Но неважно. Вот почему она отомстила. А потом что сделала, после того, как она отомстила древлянам? Она нормализовала сбордание, установив две вещи. Уроки, то есть это размер дани, больше которого нельзя брать, и Погосты. Скажем так, территориально-фискальная единица, с которой берется это количество дани, этот урок. Она разделила всю Русь гигантскую на территории, на Погосты, в центре которых, как правило, в отрыве от поселений, поставила дворы княжеские, куда приезжали сборщики дани, и им туда везли дани. Они больше не ездили по городам, как Игорь, а все было нормализовано, чтобы не было злоупотреблений, но при этом все знали эту процедуру. То есть в этот двор приезжает дружина, не самим, скорее всего, уже князем, а с его каким-то уполномоченным. Определенный период времени там находится, неделю-две, им туда привозят дань, они ее собирают и уезжают. Территория, с которой они собирают, называется Погост. Это так называемая Погостно-волостная система. Волости, все волости, которые волокут к Погосту. Погост-центр, Волости – это его округа. Погостно-волостная система. Это первая административная система Руси, которая административно-фискальная, которая держится, соответственно, почти с X века с Ольгиного времени в северных областях. Она держится до XVIII века. Официально Погосты были отменены, по-моему, при Екатерине, в северных областях. И при этом обратите внимание, изначально на Погостах нет поселений. Это пустое место. Только двор стоит княжевский. Но постепенно он обрастает и другими функциями. Там кто-то может селиться, там может быть какая-то временная такая, может жить несколько охранников и так далее. Там появляются какие-то люди на нем. И когда начинается христианизация Руси, первая церковь вне городов, сельские церкви, строятся именно на Погостах, в центре этих территорий, куда можно прийти из властей во время сбора дани. Там есть священник, поп, как они говорят, который, соответственно, может помолиться, повенчать, покрестить. Раз в год они к нему приходят. Это естественный процесс. Соединить приход в церковь с сбором дани. Поэтому первая церковь, еще раз, на Погостах. У церкви есть что? У церкви есть кельи, богодельни своего рода, у церкви есть различные там службы, дома священника, и там с вами формируется кладбище при церкви. То есть первоначально территориальная единица, а потом кладбище. А потом, когда Погостная система умирает, остается только кладбище, и название переносится на кладбище. Вот как это все выглядит. И при этом духовенство, например, Кижи, на Онежском озере, это ведь Погост. Типичный центр, к которому тяготеют окрестные села. Он обнесен стеной, храмы воздвигнуты, голосальная колокольня стоит, там, видимо, были службы хозяйственные различные и так далее. Туда приходили, уже дань не приносили, а только приходили молиться. А жили вообще в разных местах, очень распространенных. Вот. А потом на эту систему Погостную накладывается система поместного землевладения, примерно с 15 века начиная. Когда князь дает землю своему служилому человеку, будущему, который потом станет дворянином, через пару столетий, он ему дает за службу землю. И что он делает на своей земле, на своей территории, в своем поместье? Он там строит церковь. И вот эта церковь уже тяготеет к деревне, к деревне, к селу, к поселению. Не там где-то она, в административном центре, а вот там, где люди живут. И вот эти две системы накладываются одну на другую, поместная и погостная и поместная. Они начинают конкурировать, накладываться. И постепенно совмещаются, совмещаются, и поместная система, церкви в деревнях, в селах, вытесняет постепенно погостную систему. И именно с этим замещением исследователи современные и считают в некоторое время понятие приход. Приход. Тому, куда приходят, вот в церковь, но уже построены по поместной системе. К концу 15 века укрепляется в употреблении термин приход, и нам кажется логичным связать этот факт с разложением традиционной погостно-волостной системы расселения и управления в результате распространения вотчиного и поместного землевладения. Говорит современный исследователь Петр Сергеевич Стефанович. А теперь посмотрим, у нас уже, так сказать, мы так приближаемся к концу первого часа, хотелось бы завершить эту историю. Посмотрим, какие бывают типы приходов, типы. Социальные типы сначала. Ну вот, самый распространенный приход это вот такой. Когда есть крестьянская или посадская, то есть городская община, люди сами собираются, и решают, что надо бы нам вообще-то церковь построить. Все-таки ходим мы далеко, а вот давайте мы сами, сами церковь построим. Собирается приходский сход, то есть община, она больше. Приходский сход это, ну скажем так, орган управления уже. В него ходят не все, но многие, все домохозяева, отцы семейств. А если отцов нету, например, умер он, то мать, почему нет? Древний русский общество очень демократично в этом смысле, она не знает, так сказать, как это, дискриминации по гендерному принципу. Более того, туда входят старожилы волости, почетные какие-то люди, туда входят арендаторы церковной земли. Даже если ты сам не собственник, не домохозяин, а арендатор, ну хорошо, ты будешь тоже вот с нами обсуждать церковные дела. Приходский сход. И вот сход собрался, скинулся, или не скинулся, а просто собрались мужики с топорами, пошли, нарубили бревен зимой, летом сложили церковь, построили. Вот она стоит. Но на этом все только начинается, на этом ничего не заканчивается. А дальше они что делают? Дальше они, церковь должна существовать, поддерживаться как-то ее хозяйство, поэтому ей выделяется доходная статья. Как правило, земля, которую арендатор будет обрабатывать и арендную плату вкладывать в церковь, чтобы ее содержать. Или, если приход удачный, богатый, то это другие арендные статьи в городе, это лавки, торговые лавки, которые сдаются приезжим, гостям, купцам, из них деньги получаются в церкви. Да, хорошая статья дохода. Мельницы, рыбные ловли, луга, все что угодно. Вот, это доходная земля, приходский сход выделяет вот эту вот статью дохода для церкви. Но на этом тоже дело не останавливается. они обеспечивают церковь утварью, свечами. И как помните, сказано в этой цитате из 16 века, иконы, утварь, свечи, все строение мирское. Вот строение мирское, значит, что приход, мир сам это все сделал. Купил, заказал, написал, или там у них у самих были богомазы, написали, сделали, украсили церковь. Мир сам это все сделал. Вот, свечи, обязательная статья дохода, свечи самая большая дает прибыль церковную, свеча вещь дорогая, вот, значит, обеспечить церковь постоянным притоком свечей, это фактически обеспечить ее доход. Вот, на свечную прибыль живет священник, покупаются там какие-то вино, хлеб, хлеб и вино покупаются в литургии и так далее, и так далее. Масло лампадное и тому подобное. Вот, из всего этого формируется церковная казна. То есть, из доходных статей, из продажи свечей формируется доходная казна, церковная казна, которая направляется, опять же, на поддержание церкви. Но, не только на это, а еще и вот на что. Церковная казна служит источником мелкого кредита для самих крестьян или посадских. Только для своих, только для тех, кто вложился в церковь, только для ее прихожан. Но это беспроцентное судо, как правило. Поэтому, что мы тут видим? Религиозный быт русского человека очень тесно связан с другими его какими-то экономическими, хозяйственными, другими интересами. это религиозный быт, это часть его земского интереса, общинного интереса. То есть, община, самоуправляющаяся община, которая управляет землей, платит налоги, строит мосты на своей территории, она еще и имеет религиозную функцию. Строит церковь. Ее содержит, обеспечивает и пользуется ее казной. Пользуется ее казной. Это хозяйственная деятельность прихода, но теперь социальная структура общинного прихода, потому что, чтобы всем этим управлять, всем, что мы видели раньше, всем этим хозяйственной инфраструктурой, нужно, чтобы был некий человек. Этот человек называется церковный староста. Или на севере его чаще зовут церковный приказчик, потому что приходский сход, община, выбирает его, как правило, на год, не больше. Потом обязательно дает отчет и может быть переизбран, а может быть и отозван. Новый человек будет выбирать его, будет задействован в это дело. Это поверенные общины. Он поддерживает связь, причем через него поддерживается связь с властями короны, старской администрации, с воеводой, например. Через него поддерживается связь с архиереем. Заплатить какую-то дань, староста еще что-то там. Ходатайствовать о рукоположении, например, староста составляет бумагу, везет ее и потом уже посылает кандидата. Это староста ключевая такая фигура в управлении церковном. И наконец, собственно, приход, сход выбирает священника и псаломщика, заключая с ними договор порядное, то есть ряд, рядить договор. Причем очень часто на севере это договор временный, на пять лет, например. Очень интересно это формулирует. Значит, вот мы тебя нанимаем такого-то и значит он обязуется быть в послушании общине, а они обязуются прибегать к нему как к духовнику, но на пять лет. А дальше мы можем расстаться, если что. Но это только северная история, в центральных областях немножко не было таких вещей. Но в целом община выбирает священника и псаломщика. Она может его выбрать из своих, если более-менее грамотной или службу знают и отправить его рукополагаться, а может выбрать из безместного священника. И таких, поскольку на самом деле церковная власть не очень следит, она хочет следить, но у нее нет возможностей за системой рукоположения, ну то есть только отправляют со всех безграмотных, которые вообще службу не могут воспроизвести. А очень многие ведь службу знают на память, они читать не могут, службу знают на память. Это сплошь и рядом распространено. Так вот, рукополагается очень много. Вообще в приходе, приходы маленькие, считается, что сельский приход это примерно от 10 до 30 дворов. Ну хорошо, двор. Семьи на самом деле не очень большие, то есть там двое мужчин например, ну там больше, ну понятно, женского коллектива больше гораздо, но в любом случае это несколько сотен человек, 30 дворов это условно говоря ну 200 человек, 300 самое большое, но это даже предел какой-то, даже меньше. Есть более крупные приходы, несколько сотен дворов, да, и тогда несколько тысяч человек, да, приход, но в них тогда очень много священников, в приходе в сотню дворов может служить 15 священников, в приходе там в 30 дворов может служить 4 священника, и так далее. Очень большая плотность духовенства, вот, поэтому очень часто переходы духовенства, вот это вот, слушай рядом, ушел за оскудением прихожан, прихожане, значит, платить ему не могут, он пошел искать счастье в другом приходе или в городе, и в другом приходе его могут нанять вполне, да, или в город он ушел, вот, а соответственно, если совсем приход, опять без священника, ушел он, но они опять посылают нового кандидата рукополагать, его опять рукополагают, вот, это такая очень интенсивная, тесная такая история, и здесь очень важно подчеркнуть вот это вот, то, что здесь вынесено, на этот слайд, духовенство является частью земского мира, духовенство это те же крестьяне, посадские, более того, рукоположение не освобождает их от налогов, от тягла, государева тягла, да, и даже не освобождает от известных доказаний, они по-прежнему продолжают пахать вместе со своими односельчанами, или там, допустим, торговать вместе с своими горожанами, вот, но они еще и служат, духовенство часть земского мира, их роль специфически, как вот, носители иерархического начала, невелика, невелика, нельзя сказать, что это нравится иерархии, но пока она с этим ничего не может сделать, в этом смысле, ну, вернемся пока к предыдущему слайду, возникал вопрос, например, ко всей этой структуре, это вообще хорошо или плохо вот такие отношения в приходе, этот вопрос уже начал активно дискутироваться во второй половине 19 века в среде славянофилов, да, понятно, интеллектуальное течение, значит, русской мысли, в том числе церковной, они первые начали бить тревогу по поводу прихода, но я об этом скажу еще дальше, но они начали обсуждать, вот как бы, а что является идеалом, вот является идеалом такое общинное устройство прихода, или все-таки это слишком, более того, они не были согласны в этом, там кто-то, старшие славянофилы смотрели на это как-то на идеал, вот был такой, например, выдающийся деятель уже начала 20 века и поместного собора 17-18 года Николай Дмитриевич Кузнецов, тоже, в общем, на самом деле, по своим взглядам очень близко к своим славянофилам. И он очень скептически относился к этому вопросу, вообще к этой системе. Почему? Он говорил, что смотрите, здесь религиозная функция не отделена от земской функции, от функции земского самоуправления. Он говорит, что здесь церковная община не проявлена, не проявлена. Это все еще как бы вот мирская община, которая это делает, это делает, или это тоже будет делать. Это я просто вам сразу говорю, как бы такие вот мысли, осмысление древнерусского прихода, потому что я на самом деле вот лично у меня нет какой-то позиции, кто здесь был прав, старше славянофилы, которые видели в этой ситуации идеал, или Кузнецов, который смотрел на это более нюансировано и как бы более критично. Лично у меня как-то нет вот так, я не могу однозначно сказать, с кем здесь нужно слидеризоваться. Идеал это или не идеал. Но проблема в том, что это не единственный тип социального прихода общин. И более того, чем ближе к 17 веку, тем больше возникает приходов вот такого типа. Мы называем его вотчинниковый, а не вотчинный, потому что это приход не тот, что находится в отчине, то есть в поместье, а тот, кто устроен вотчинником, то есть тот, тем, кто владеет землей определенной, на которого построил приход. вотчинникам мог быть кто угодно. Им мог быть царь, архиерей, монастырь, крестьянин, купец, кто еще, священник. Священник. Если у тебя есть земля и деньги, то ты можешь построить церковь. Зачем? Она может быть стоять рядом с другой церковью приходской. Да и можешь ее построить. Для чего? Для того, чтобы получать от нее доход. Это инвестиция. Ну, понятно, что царю это не надо вообще-то, а монастырю надо. Монастырь сплошь и рядом будет строить такие церкви приходские. И как бы вот туда ставить туда своего священника и получать доход. Ну, частично, например, уделять какую-то часть денег этому священнику, ему жить надо, а частично получать от него следство. И это вотчинниковое право, оно конкурирует с общинным правом. И очень часто, особенно в центральной России, где поместное землевладение распространяется очень интенсивно, оно становится вообще-то базой приходской структуры. И поэтому еще в конце 18-го столетия епископ Нижегородский Павел говорит, доносит в Синод о речах помещиков Нижегородских, которые говорили моя церковь, мой поп, мой приход, мой доход. Они смотрели церковь, на приходскую церковь, как на собственность и на предмет для инвестиций. Очень блестящий один из историков церковного права в начале века написал «Хорошо, когда вотчеником был богатый и благочестивый купец типа Строгановых, который щедро вкладывался в приходские церкви, но очень часто, и мы видим это в источниках, вотчеником оказывается церковный авантюрист, который поднакопил средств, вложился и потом из нее так потому что священников много, он пошел на крестец, на площадь, нанял кого-то за копейку, а прихожане свечи стоят дорого, то есть доход-то есть все равно, пуп служит, кадилом машет, а он получает себе дивиденд. Отличная кстати вещь. Вот, более того, вотчениковое право, право владения церквами, оно вообще-то и в Византии было, то есть это Русь не придумала, она это унаследовала от Византии. Значит, право владения церквами предполагало, что вочник пользуется доходами от церкви имущества, он назначает в нее клир, сам, прихожане никакого отношения не имеют, он может передавать свое право собственности по наследству, он может продавать это право, дарить, закладывать, обменивать и вообще совершать любые сделки как с обычным имуществом. Более того, эти операции могут осуществляться не только целиком с храмом его имуществом и так его доходом, но и частично. Например, в Москве в 17 веке большая часть церквей, ну, очень многие, скажем так, не то, что больше, очень многие, были частной собственностью духовенства. К концу 17 века, например, московские патриархи, архиереи, они уже столкнут и призывают прихожан, ну, выкупите у них наконец всю их собственность, хватит им уже торговать местами, церквами буквально в смысле торговать. преступление экономическое или это никого не волнувало? А что они могут сделать? Стрельцов позвать? Нет, конечно, это, в общем, на грани, на грани. Ну, до определенного момента архиереи с этим мирятся, потому что это некая, поскольку эта низовая религиозная жизнь, что мы видели на общинном примере, погружена в частное гражданское право, это как бы некая обыденная ситуация. Понятно, что тут нормализация должна происходить, дальше это уже происходит. Это просто некие примеры того, как живет эта приходская стихия. С одной стороны общинный приход, а с другой стороны вот такой, вотчинковый, вполне себе коммерческий. Не всегда, конечно, но очень часто. Давайте, вот последняя цитата, после которой мы прервемся. Нигде принцип частноправности не проявлялся с такой суровой и противной каноническому праву форме, как именно в этого рода церквах. То есть, в церквах вотчинниковый говорить выдающийся исследователь русского церковного права Серафим Владимирович Юшков в начале уже XX века.